Аналитические репортажи. Разнообразие мнений, героев и комментариев экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масоналым. Рожденные за решеткой. Сегодня пять малышей вместе с матерями в женско-исправительной колонии. Познают окружающий мир через забор с колючей проволокой. До трех лет дети находятся вместе с матерями. Далее, если нет родственников, переводятся в детские дома. Тему продолжит Айтунук Нурдинова. Прикованная наручниками койки. Роды в присутствии конвоя. Во многих странах, в частности в России, именно в таких условиях. Появляются на свет дети заключенных женщин. А самое главное, малыша с первых минут отделяют от матери. Сразу через несколько часов после родов женщину отвозят в колонии Лисизо. Ребенка оставляют в роддоме. Через пять дней женщину переводят в дом малютки, где живет с ребенком месяц или максимум два. А дальше она возвращается обратно в отряд и может посещать малыша в обед и вечером на час. Соответственно, о полноценном кормлении речь не идет. А ведь именно кормление в первые три года в жизни формирует иммунитет и нормальное развитие ребенка. Как известно, первые полгода малышу требуется питаться через каждые полтора-два часа. Как днем, так и ночью. С каким расчетами и почему определили всего двухразовое посещение матери для кормления, остается открытым. В России в 16 колониях имеются детские дома малютки. Если у нас в Кыргызстане мать с утра до вечера находится с ребенком, а в России имеются ограничения, им приносят новорожденного только на кормление. Также у нас нет такого усиленного контроля во время родов. Сопровождается конвой. Только он стоит у двери и палаты, следит, чтобы заключенная не сбежала. А беременные женщины до 6-7 месяцев, как и все женщины, находятся в отрядах. После они переводятся в отдельный дом малюток. Там предусмотрены особые условия. В больницу роженицы отправляют при первых же признаках родов. У нас имеется доверенность с определенными столичными родильными домами. Рассказывает представитель пресс-службы ГСИН Кыргызстана Ильонора Шашиналиева. Также заключенные женщины в Кыргызстане остаются в роддоме на время, необходимое для восстановления. Эта порядка занимает 3-4 дней. Переводят в колонию роженицу с ребенком исключительно по разрешению врача. Только тогда, когда для жизни малыша и матери ничего не грозит, сообщает ГСИН. Таким образом, ребенок попадает в первые годы в своей жизни за решетку, еще не успев ничего совершить вслед со своей мамой. После того, как эти положенные 3-4 дня пройдут, женщина выписывается и, соответственно, со всеми документами, которые положены, для ребенка оформляется свидетельство о рождении. Женщине выдается справка, что она родила. И она потом обратно возвращается, например, в то же закрытое учреждение, например, в следственный изолятор. Рассказывает директор общественного фонда «Эголь Чулпон-Умерканова». Всего 3-4 дня в роддоме, если повезет. Дали общий режим. Хотя всем известно, что женщина после родов сама, как новорожденный ребенок. Ей тоже требуется уход. Как правило, хотя бы первые 40 дней, и что чтили еще со времен наших бабушек и дедушек. Но судьба за решеткой отбирает не только связь с ребенком, но и право на здоровое будущее. Вместе с матерями сегодня в женской исправительной колонии пять детей познают окружающий мир через забор с колючей проволокой. Младшему недавно исполнился год, а старшему три. Сегодня мальчика готовят перевезти в детский дом. Поскольку мать мальчика не скоро выйдет из тюрьмы. А в Бишкеке родственников нет. Она из Прибалтики. Это больше старается, чтобы дети все-таки не были переведены в интернатное учреждение. А мамочки были представлены на условно-досрочное освобождение. Если очень хорошее поведение и срок подходит по всем параметрам. И тогда легче, конечно, мамочку с ребенком, например, перевести на условно-досрочное освобождение. То есть, чтобы ребенок с матерью не отрывался. Потому что это очень важно, чтобы связь мамы с ребенком не обрывалась. И чтобы ребенок мог чувствовать любовь и заботу мамы каждый день. Говорит Чоплана Мюрканова. Сбалансированное питание, новая мебель и игрушки. Детская площадка. Эксперты сравнивают условия дома-малюток в колонии с обычными детскими учреждениями. Однако сегодня женщин с детьми удается обеспечивать исключительно с помощью международных организаций. А на содержание одной заключенной со стороны государства в среднем выделяется 90 сомов в месяц. А детей и вовсе нет в этом списке. В женской колонии есть специальный отдел. Там сидят женщины с детьми. Им предоставляется отдельная комната, в которой иногда могут разместить двух мам. Туда не могут лишний раз зайти другие заключенные. Согласно закону, дети там могут находиться со своими матерями до трех лет. ГСИИН совместно с партнерами и международными организациями максимально старается обеспечивать достойные условия для женщин с детьми. Партнеры помогают с питанием, маломоющими, средствами и другими. Но здесь необходима государственная поддержка. Отмечает представитель пресс-службы ГСИИН Кыргызстана Элеонора Шашиналиева. Бытует мнение, что более легкие условия пребывания и поблажки, и статус матери толкают многих к попыткам забеременеть в период отбывания наказания. С этим не согласна бывшая заключенная Алиса. Женщина не понаслышке знает об условиях проживания беременной, который ничем не отличается от обычных осужденных. Несколько лет назад 35-летняя женщина родила за решеткой свою первую дочку. Тогда она отсидела за мошенничество. Встаешь в 6 утра, как все. В течение дня не можешь лишний раз ни присесть, ни прилечь. Женщины, когда-нибудь рожавшие, поймут, что это значит. В камерах все курят душно. Прежде всего, это тяжело в том плане, что постоянно беспокоишься, как родится ребенок. Как вы считаете, кому нужно рожать в таких условиях? Я даже врагу не пожелала бы, что я пережила и мой малыш. Но сейчас, слава богу, все трудности позади. Делится Алиса. К тому же, следить за здоровьем малыша удается с большим трудом. В условиях, что в исправительной системе элементарно отсутствует педиатр. В связи с чем, детей уводят для осмотра в детскую больницу номер 3. Или детскую республиканскую больницу в микрорайоне Джал. Просто привозят даже эти же витамины, как вы правильно отметили. И потом там уже мамочки между собой делят, чтобы всем досталось. Если же, например, у ребенка явно, например, может быть, да, вот возьмем анемия, да, малокровие. Соответственно, то есть руководство колонии приглашает медицинского работника. У ребенка берутся, проводятся обследования, да, соответствующие. И если при, например, необходимости там высококалорийное питание, например, ну специфичное, да, то, конечно, в этом плане тоже тогда пытается сама колония либо изыскать средства там из своих средств, да, вот на эти нужды, либо обращается вот опять-таки к партнерам. То есть в этом плане, конечно, вот мамочки с детьми, они более, несмотря вот на очень самое уязвимое положение, да, но все-таки они более, вот, наверное, более мы на них пристальнее обращаем внимание. После родов мы все знаем, что женщины подвержены стрессу, да, а тем более для женщины. То есть представьте себе, что вот она с ребенком и 24 часа в сутки, это вот закрытые учреждения, постоянный контакт с одними этими жилицами, то есть это и проверки, это и другие, да, какие-то процедуры, которые положены в исправительном учреждении. Говорит Челпона Мюрканова, где же малышу лучше, с мамой за решеткой или в доме-интернате? На эти вопросы однозначного ответа нет. Для ребенка важнее, чтобы была рядом мама. Он пока не может полностью осознавать, где находится, говорят специалисты. В то же время медики уверяют, что жизнь за решеткой оставляет серьезный отпечаток на психике ребенка. Тюрьма несет стресс и депрессию, что негативно отражается как на состоянии матери и ребенка. А после родов стрессовое состояние будет продолжаться, что отразится в первую очередь на воспитании. Также в местах заключения, как известно, нередки разного рода ссоры и драки. Это все ребенок с рождения видит. И какой человек может вырасти? Кроме этого, он не развивается, так как в отличие от обычных детей, целыми днями видит заборы и одни и те же лица. Рассказывает педиатр Джилда Заманова. Народный избранник Айнур Алтубаева неоднократно побывала в разных исправительных учреждениях страны. И не в первый раз приходит к выводу о необходимости изменения наказания для заключенных женщин за нетяжкие преступления. В связи с чем все три закона об амнистии, принятые в пятом созыве, депутат поддержала. И даже последний наш закон об амнистии, это был прям специально, да, в какие категории женщины и дети попали. То есть понятно, что женщина, как человек, имеющий еще и репродуктивную функцию, то есть это мать в первую очередь, да, и ребенок, это всегда у нас по Конституции находится под защитой Конституции. Куда мы вот приходили, они просят амнистию, чтобы их группа, вот эта статья, по которой они попали, за наркотики, например, не попадает под амнистию, да, за наркотики. Они просят включить это, но любой человек просит свободу, самое главное для человека свобода, вот. И они говорят, включите, пожалуйста, я вот за наркотики сижу, и вот у меня ребенок, я бы хотела выйти. Но это тоже, видите, законы принимаются здесь, и мы считаем, что вот человек, который распространяет наркотики, да, занимается транспортировкой. Потреблением понятно, это человек больной, его надо лечить, но человек, который извлекает прибыль на этом, женщина будет или мужчина, он государство считает, не подлежит амнистии. Рассказывает народный избранник. Сегодня в домах-интернатах находятся около 10 детей, чьи матери отбывают срок наказания. На встречу с мамой они могут надеяться только по определенным праздникам. При этом экспертами остро обозначена проблема воссоединения семьи. Так как есть риски и случаи, когда к моменту выхода на свободу осужденной дети становятся беспризорниками. А вопрос, как обеспечить контроль над такими детьми и какое будущее ждет их, сказать трудно. Но стоит помнить, что эти 10 детей есть полноценные граждане нашей страны, и они даже ничего не сделали, чтобы клеймить их с рождением и обделять за ошибку родителей. Ведь они тоже и есть будущее нашей страны. Айтуна Хнурдинова, специально для WPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok